МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Юлия Калашникова. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Президент требует соблюдения железной дисциплины при заготовке кормов. Александр Лукашенко сегодня находился с рабочей поездкой в Минской области. ЧП в Молодечно. В центральной библиотеке города обрушился потолок. Боевые действия на юго-востоке Украины. Около сотни человек погибло. Град, ливень и сильный ветер. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси. Президент требует соблюдения железной дисциплины при заготовке кормов. Об этом глава государства заявил во время посещения хозяйства Шипяны Смолевического района. Сегодня Александр Лукашенко был с рабочей поездкой в Минской области. В центре внимания главы государства проблемы кормопроизводства и повышения эффективности животноводства. Президент побывал на кормовом поле хозяйства, а также посмотрел технику белорусского производства. В настоящее время для эффективного проведения заготовки кормов нужно максимально использовать благоприятные погодные условия. Ведь, по словам президента, порой из-за безответственности теряются деньги. Таких погодных условий, как в эту весну, мы не имели в жизни вообще. С зимовки вышли почти 100% зимы в прекрасном состоянии. Время нам дало посеять яровые культуры. Весна лучше не придумаешь. Парниковый эффект. Так вот мы стоим, парни, развитие идет прекрасно. Главный вопрос сейчас – химпрополка. Потому что такая влага способствует быстрому прорастанию сорняков. Поэтому надо защитить растения. Вот это железобетонно надо сделать. Железобетонно. Не глядя ни на ранги, ни на звание, ни на что. Если мы это не сделаем, мы потеряем урожай. Мы в траве оставим за собой весь хлеб. Всех перевести на военное положение к уборке. Особенно хлебов. Потеряем – не возьмем. То же самое касается и заготовки кормов. Мы договорились. Все мы мобилизованы на заготовку кормов. Хватит потом ходить и говорить, что у нас коровы хромают, желудок у них не такой, сердце болит. Почему? Потому что мы структуру кормов нарушили и не готовим корма так, как надо для животного. Кормим этой кислотой. Силос – это кислотия. Ну как можно кислотой накормить скотину? Поэтому сенаж. И я думаю, не надо упражняться с сеном. Предки были не дураки, когда готовили приличное количество сена, для того, чтобы накормить перед растелом ту же корову и теленка поставить на ноги. Так или нет? Абсолютно так. Поэтому сено, сенаж. Естественно, силоса никуда не уйдем, но структура должна быть та, которая разработана в Минсельхозе. Скажу уже отдушиной. В этом году это такой переходный период, близко к тому, что вы спланировали. На будущий год железобетонно мы должны действовать по заданной структуре кормов. Надо сенаж столько – такой. Надо бобовых культур сенаж такой – такой должен быть. Надо сила со столько – значит, столько и не больше. И хватит упражняться. За это в уголовном порядке будут нести ответственность от руководителей специалистов до премьер-министра. Ну ты главная фигура, губернатор. Я еще раз повторяю, это ваша зона ответственности. Мы все знаем, как надо делать, но из-за расхлябанности мы порой теряем огромные деньги. Вот сегодня посчитал, Мясникович, мы фактически, если бы нормально работали, плюс бы 7 триллионов еще денег получили. Это только на молоке. Да, только на молоке. А всего 14. Да, 14 триллионов. Так это еще такой расчет. А считай 20. Вот 20 триллионов – это те деньги, которые сегодня нужны. И ходить не надо ни у кого просить. Вот если этого не будет, никакого движения в сельском хозяйстве навстречу быть не может. Вы просто сами себе уведете диктатуру на селе. Мы не можем больше, вкладывая огромные деньги, прощать без хозяйственности. Поэтому защитите растения и подготовьтесь к уборке хлебов железно. Есть комбайн, он должен быть на линейке готовности. Ну и потом, рапс мы сеем, убирая сеем следом. Поэтому надо отрегулировать все, чтобы мы рапс собрали по максимуму. Речь зашла и о проблемах свиноводческой отрасли. Глава государства потребовала к правительству решить проблему с мясом свинины. Ведь сегодня оно выросло в цене. Поэтому в ближайшее время поголовье необходимо восстановить. А до зимнего периода все свинокомплексы должны быть наполнены. Вы не ходите на рынки и не видите, как сегодня в цене выросла свинина. И то, что ты повыбивал, повырезал свиней, вы не подумали о том, чтобы там засмажить, засмолить, выжечь все. Произвести дезинфекцию, отремонтировать эти помещения и пустить туда скот. Именно таким способом мы и готовимся. Ну так в чем проблема? Мы Витебскую область первую отрабатываем. Как вы говорили, все выжжено, вычищено. Брест, мы уже сделали такой подход. Баранович. Баранович, Ахубрестская область. Что за проблема всей страной? 9 комплексов. Бросьте туда военных. Милицию, полицию. Сами идите, вставайте. Но 9 комплексов должны дезинфицировать и немедленно заселить скотов. Значит, Михаил Владимирович, правительственный контроль. До зимнестойного периода они все комплексы должны наполнить свиньями. Для того, чтобы решить проблему мяса свиньи. Что за проблема? Это скороспелое мясо. Это же не быка вырасти, что ему надо 18 месяцев. Это в течение года можно восстановить поголовье. Мы об этом договаривались. Вы видите, что люди бегают по этим самым? У нас же не мусульмане, да и свинины. Детей кормить сегодня нечем. Поэтому поголовье должно быть восстановлено. О проблемах кормопроизводства и повышении эффективности животноводства продолжили разговор на совещании. Сегодня главная задача – обеспечение качественными, сбалансированными по группам и недорогими кормами. Это поможет получить более существенный экономический эффект. Ведь отрасль действительно значимая для экономики. На долю животноводческой продукции приходится более 75% выручки сельхозорганизаций и почти 66% аграрного экспорта. Обеспокоенность сегодня вызывает новая инфраструктура отрасли. Комплексы и фермы, по словам главы государства, используются неэффективно. Именно несовершенство нашего кормопроизводства является главной причиной невысокой эффективности всего животноводства. То есть плохие корма – нет мяса молока. В том объеме, который нам надо иметь. Я попросил, чтобы это совещание было приведено в полевых условиях. Это вызвано как оперативной обстановкой начала кормозаготовок, так и общей ситуацией в развитии того самого животноводства. По оценке Министерства сельского хозяйства, если бы в 2013 году мы расходовали корма с их нормативной отдачей, то смогли бы произвести свыше 2 миллионов тонн молока или дополнительно свыше 6 триллионов рублей. При экспорте продуктов из этого молока мы бы могли выручить еще полтора миллиарда долларов. Вот наши потери. Однако в молочной отрасли, являющейся базовой подоходностью для большинства хозяйств страны, наметилась негативная тенденция. За прошедшие три года ни одной областью не выполнили задания республиканской программы развития молочной отрасли. В текущем году удой молока от коровы уменьшился более чем на 60 килограмм по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за короткого репродуктивного периода коров недостаточно поголовья молодняка для воспроизводства дойного стада. Меня беспокоит и то, что новая инфраструктура отрасли, комплексы и фермы, на создание которой затрашены триллионы финансовых ресурсов, используются неэффективно. Беларусь и Австрия планируют создать совет делового сотрудничества. Об этом сегодня шла речь на бизнес-форуме в Минске. Он собрал представителей двух десятков австрийских компаний. Среди наиболее интересных направлений сотрудничества машиностроение и металлообработка, энергетика, транспорт и логистика, а также сельское хозяйство. В Беларусь уже вложено несколько сотен миллионов инвестиций из Австрии. Ежегодный товарооборот между нашими странами составляет около 300 миллионов евро. Проекты австрийских компаний реализованы в самых разных областях. Это машиностроение, логистика и транспорт, экологические технологии. Эти проекты успешно реализуются именно в сотрудничестве с белорусскими партнерами. К событиям в Украине. В Донецке возобновились военные действия. Стрельба вновь раздается в районе международного аэропорта. Над городом и его окрестностями летают самолеты и истребители украинской армии. На данный момент, кто контролирует территорию воздушной гавани Донецка, неизвестно. По некоторым данным, в ходе противостояния за последние сутки погибли около 100 человек. Известно, что под огонь украинских силовиков накануне попал грузовик и машина скорой помощи, в которых находились раненые. В Донецке объявлена срочная мобилизация всего медперсонала. Врачам для оказания помощи не хватает лекарств и расходных медицинских материалов. Тем временем шахтеры Донбасса начали бессрочную забастовку. Горняки отказываются выходить на работу до тех пор, пока из Донецкой области не будут выведены украинские войска. ЧП в Молодечнинской центральной библиотеке. Сегодня утром в читальном зале частично обрушился потолок. К счастью, никто не пострадал. На момент происшествия в помещении никого не было, оно готовилось к ремонту. Причины случившегося устанавливаются. Подробности в наших следующих выпусках. Сообщение об обрушении перекрытия в здании Молодечнинской центральной библиотеки поступило в службу спасения в 10.15.27 мая. Позвонила на 101 директор школы. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что произошло обрушение перекрытия на площади около 180 метров квадратных в помещении на втором этаже читального зала. Данное помещение не эксплуатировалось. Оно готовилось для проведения текущего ремонта. Здание библиотеки 60-го года постройки. Во время происшествия в этом помещении людей не было. Никто не пострадал. Причина обрушения устанавливается на данный момент. Ранежевый уровень опасности. На сегодня синоптики вновь передали штормовое предупреждение. Днем дождь уже прошел в некоторых районах столицы. Были слышны раскаты грома. Кроме того, по прогнозам синоптиков, возможен град и усиление ветра. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. К слову, дождливо и ветрено в Беларуси будет всю неделю. Далее спортивное обозрение Дениса Гончаренко. Следующий выпуск новостей в 19.30. Я же на этом прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok